Ну конечно, движка уже слышно, переключения жесткие. Это надежная, хорошая машина. Я всегда говорю, потому что кузовня самое дорогое, ребят. И тогда эта крутость к этому приходит. Самое важное состояние и персональная комплектация. Но это одна и та же машина, по сути, в зависимости от какой страны. Два серьезных преимущества Camry. Ну и самое главное ценник. То есть двигатель наворочен в свое время. 6,8 разгон до 100 заводской. Всем привет, ребят. Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о машине, о которой я сам давно хотел снять. И люди тоже просили. Это Camry. Camry 40. Наш народный автомобиль. Честно говоря, а Vitis мы снимали. Но Vitis меня загнал в тупик. Потому что я, честно говоря, ждал от него большего. Потому что Toyota, в нашем понимании, это надежная, хорошая машина. Mercedes, но по затратам это Жигули. Новые. Которые стоят еще в салоне. Мода Camry пошла, когда их начали уже всякие местные исполнительные органы использовать. Разные государственные структуры. И тогда эта крутость к этому приходит. Как после фильма «Бумер» и бандитских фильмах. Мода к BMW 7-ке и к кабану 140-му. Так и здесь. Они дорогие, премиальные. Здесь просто надежная машина. И в то же самое время понтовая для нас. И вот они – что за мной. Да. Да. Здесь. истории сразу машина вышла шестом году в девятом был рестайлинг изменили решетку бампера как обычно но не так это массово отличало машину не так масштабной 55 у нас была на канале если 50 55 сразу отключаю отличается только слепой не увидит сороковка малость мама мало кто может отличить до поворотники повторитель поворот на зеркалах чуть другие бампера но то одна и та же машина по сути в августе 2011 года пошли последний экземпляр сошел с конвейера создавали ее инженеры из японии сша автор австралии франции и автомобиль производился в разных версиях в зависимости от какой страны зависело производство если в англии и восточной азии были двухлитровый 24 литра в японии только 24 на автомате но с полным приводом то что мы любим в россии 24 35 как и у нас в 6 но передний привод ребят 2006 году ушла гибридная версия то что как раз таки мы не любим потому что она на вариаторе 24 литра с парке с электромотором по кузову один из самых лучших автомобилей д-класса серьезно говорю потому что сороковки не такие критичные по кузову ездить да там задние арки низы дверей под крышкой багажника особо ничего никогда не видел но взять да посады шестые выгнивают форды все остальное но именно toyota camry держится хорошо и в отличие 50 55 камрюхи она держится молодцом потому что в малярку как я сказал на 55 приезжает они одновременно только сороковка приезжает 16-летняя а 55 6 7 летнего малярку насчет коррозии это отдельный плюс автомобилю и это еще один плюс к покупке и и сейчас когда машины дорожают обслуживание дорожает и необходим не старый достаточно еще свежий автомобиль но с хорошим кузовом я всегда говорю потому что кузовня самое дорогое ребят внешне машина мне нравится в серебристом и черном цвете сером никак не заходит но это на вкус и цвет но многие автомобиль его дизайн критиковали что нет ни одной прямой линии после тридцатки выглядеть не солидно но на мой взгляд тридцатка более просто нарубленная здесь уже все равно дизайн был подороже но согласен задняя часть немного недоработано никаких просчетов нет но как будто чего-то не хватает и насчет кузова еще сделано полная антикоррозионная обработка автомобиля полностью днище фотки я вставлю как все это было до и после на это все ушло но представьте прикиньте прежде чем я назову цену сколько то может стоить 800 долларов ребят антикоррозионная обработка кузова днище стаканы полностью снизу автомобиль весь обработан но и насчет ходовки ходовка классика d-класса macpherson сзади многорычажка и сколько потрачено ходовую спереди стойки втулки стабилизатора замены сзади замена поперечная тяга сайлентблоки вместе с работой 320 долларов уехала но и самое главное ценник у нас самый дешевый автомобиль и два черных на 2 и 4 один с автоматом другой на механике 7 900 7 950 был ли в край просто короче от 8 и погнали дальше это не с рынка как обычно по состоянию самый минимальный автомобиль для проекты на ютубе конкретного проекта а так 9 10 11 пошли наверх машины стареет но они нифига не дешевеют они ценятся до сих пор за счет своей надежности за счет репутации как обычно надежный двигатель хороший кузов это toyota мечта идиота так что и торгуется весьма неохотно автомобиль то есть автомобиль найти не так уже и тяжело но придется раскошелиться насчет российских цен потому что ребята пишут да ребята извиняюсь забыл про вас про то что цены все же дал нас отличается 10 20 процентов стоимости сразу же вылетает поэтому в россии 1600 не меньше сразу нужно искать такой автомобиль себе но среднем и не вырезав все среднем 600000 в россии на будет стоить по двигателю легендарный 2 грф и 35 в 6 то же самое было на 55 то же самое было на хайлендере любимый мой двигатель у toyota 35 в 6 207 7 лошадиных сил при 6 200 346 крутящего при 4 700 94 поршень ходу 83 соответственно двигатель короткоходный хорош на верхах степень сжатия 10 и 8 блок алюминиевый но щугунными гильзами ребят не надо путать грм цепной цепи ходят долго но при перескоке клапана загнет так что если какой-то шум вибрации на холодном вы слышите не забивайте на это дело потому что поплатите своими деньгами индивидуальные катушки масло форсунки охлаждения поршней то есть двигатель наворочен свое время для тех кто забывает название выбито на крышке по обслуживанию масло жоров в двигателе не встречается потому что он достаточно бодрый динамичный и не так убивают как 2 и 4 хвален и что 2 и 4 хвалится своими масложорами до 2006 года также болты вырывала гбц это думаю всем известно но потом проблема ушла но типичные проблемы обычно атмосферника тем более то toyota ничего такого может не быть опоры к этого ты стройки тосальники потекают течь и запотевание ничего криминального это все хорошо но это все не главное потому что главное 68 разгон до 100 заводской в реальных условиях машина 7 и 7 спокойно показывает как потому что машину жалко разгонять по по жесткому режиму но 14 литров расхода по городу смешанный 9 и 9 14 достаточно тоже неплохо потому что m54 бмвшный 2 и 5 объемом жрет уже 14 15 литров и 35 в 6 с 14 литрами расхода достаточно неплохо по стандарту ребят обычной камере как многие возмущается скучный дизайн у камбрюхи но здесь самое важное состояние и персональная комплектация потому что самое главное что бросается в глаза я думаю вы уже до этого заметили это конечно же новые накладки потому что здесь были эти светлые под не знаю даже под какое дерево закос эти накладки здесь уже богато уже как дуб все дорогой паркет в машине руль перешит в кожу и такие же накладки сразу удорожание салона на глазах возрастает и это все дело перешив ручки руля новые накладки 160 долларов обошлось перешить руль ручку и поменять накладки да не так дешево но салон кардинально изменился на глазах просто эти дешевые накладки ушли уже дорогой дуб сразу впечатление другой об автомобиле по классике здесь нет ничего современных никаких плюшек на тот момент полный стандарт максимум что и шика это подогрев передних сидений вентиляции нет есть круиз да все электростеклоподъемники разумеется подогрев зеркал переднего лобового заднего стекла пункт управления бортового меню на руле громкость аудиосвязи пункта бортового меню климат-контроль двухзонной в принципе и все мафан сделан под сток но я и считаю что это не сток потому что micro sd для 2006 года это слишком шикарно взял на подсток я не думаю что завод и плюс еще разъем для комфорта для два подстаканника резетка еще 12 вольт еще ниша для каких-то ваших вещей удобно подлокотник двойной для мелочи и для более габаритных вещей то есть органайзеров достаточно бардачок тоже немалый много вещей здесь можно разместить но действительно камри это комфортно автомобиль на повседнев и с таким двигателем достаточно динамичный за самим собой комфортно место еще хватает переднего сидения мягкий кожаный диван удобный версии 35 уже шла заводская шторка еще два дополнительных подстаканника для тех кто сзади обдовы есть ниша для перевозки дальномеров лыж скейтбордов если вы строитель каких-то тоже длинных мелких вещей пепельница но конечно же вот эти накладки просто с них кайфую они так хорошо сюда вписались и состояние салона радует и места над головой достаточно ну конечно книгу это не бмв машина не подарит вам таких острых ощущений при прохождении поворотов но своей надежностью и комфортом автомобиль все же вас порадует два серьезных преимущества камри это регулируемая спинка можно быть я подогнать варне выровнять свою осанку и хоть ровно и либо развалиться по-жлобски и низкая высота этого центрального тоннеля можно беспрепятственно не переступая без этих лишних движений просто перекатываться слева направо это очень удобное время поезд и преимущество камрюхи сколько бы она не стоила все равно один и тот же мотор и один и тот же расход что в 55 к 35 что здесь 12 1 там 11 8 туда-сюда и рядом все похоже по ходу конечно же камри мягкая машина очень мягкая машина другая может будет лучше стоять даже audi тот же пассат более зажатый более жесткий но более устойчивый здесь все равно машина плавная такая вальяжная и даже мягче немного 55 55 зажали в 45 очень часто люди писали владельцы отзывали что дано скорость из 35 раскачивается машина немного страшно на скорости особенно когда боковой ветер хороший но в плане комфорта очень мягко приятно ехать ну конечно две с половиной по 360 г за час машина быстро набирает и поэтому эти двигатели не славятся масложором потому что его достаточно низах в отличие от 24 который начинают особенно на автомате начинают душить быстрее разгонять и поэтому цилиндры все в элипс превращается по шумке здесь сделан дополнительная шумка поэтому нету смысла здесь судить она тише громче конкурентов там d-класса потому что уже не сток и уже приятно двигателя практически не слышу я слышу и машины так мимо проезжающие я не ощущаю тормоза хорошая потому что новой колодки 60 долларов на колодке ушло но конечно буха более приятный автомобиль после этого стал его никуда не тянет никаких вибраций нет его не ловишь руль держу двумя пальцами приятно ехать на обслуженном автомобиле потому что были до случаи когда я едешь и подруливаешь и ловишь автомобиль это не так немного саму страшно вот мимо проезжающие вот чутка слышны вот поехал сейчас шаран с гнилым видимо глушителем то немного его слышу а так мимо проезжающие только вибрации от савуферов соседних автомобилей я слышу а так полнейший полнейшая тишина ночного города это еще одно преимущество в плане шумоизоляции 80 километров просто не ощущается в машине сейчас настроя плюс шумоизоляция сделана автомобиль стал тяжелее и за такие показатели он конечно же не покажет свои 68 он не отработает из-за уже дополнительного веса но и в режиме спорт гнали 23 старта 7 и 7 автомобиль показывает воду до 8 то есть состояние неплохое автомобиля и по городу расход не увеличивается 12-1 также стрелка и стоит вернее индикатор и 15 литров в принципе хватает если душить на автомобиле в отсечку конечно будет жрать 15 но не более того и вы жарите вы постоянно на драйве ну минут здесь эти дизель будет хорошо хавать и свою хваленых экономичность он не оправдает сразу на сразу на литр в минус 10 особенно если валить на нем более жестком формате в 4 4 с половиной 5 автомобиль без проблем крути 120 130 ну конечно движка уже слышно переключение жесткие 180 вообще не напрягаясь лично тормоза от 180 до 80 вот за 20-30 метров отормозились три человека в салоне легко подрывается снова 80 конечно не бмв управляемости вы такой не получите на как на заднем приводе но все же благодаря мягкой подвеске и если грамотно выбираете скорость комфортное хождение поворот ванной обеспеченность рот достаточно плавно автомобиль едет и излишняя жесткость тоже уже не особо в кайф и ревущий выхлоп также потому что многие начинают уже вырезать каталики делать прямо ток когда вы душите от три с половиной четыре тысячи оборотов сейчас и выхлоп уже слышен и звук двигателя слышен это уже басистости достаточно когда вы ревете постоянно это надоедая через две-три недели буквально и вы будете с ума сходить от такой машины самый главный плюс это отсутствие такой вялости как на 2 и 4 он едет спокойно уверенно и это двигатель с запасом это не необходимый минимум это именно с запасом его хватает машина спокойно волочет 3 пассажир трех человек салоне но очень хороший автомобиль в хорошем состоянии самое главное и расход 12.5 стал мы до 180 до 190 разогнались уже немного расход поднялся но все равно не критично держится еще но можно и джентльменский набор сюда поставить тормоза от хайлендера занижение минус 30 распорка савуфер еще назад можно поставить для фиксации задней оси и будет совершенно другой автомобиль конечно не такой комфортный повседневный вы немного в комфорте потеряете он станет жестче разумеется но в плане кайфа вы получите определенное удовольствие если хотите сохранить свою коробку самое главное бублик 200 300 долларов ставьте дополнительное охлаждение потому что нельзя на машине давить 200 больше 10 15 минут жаркое лето но 30 плюс как обычно наше лето а самое главное при покупке меняйте масло в автомате ребят тоже коробка все равно отрабатывает себя на полную в том плане жесткие переключения датки драйверские ощущения есть дата не с троник не дсг таких щелчков быстрых переключений нету но коробка старается именно старается да там дать вам удовольствие и в том что это атмосферник сейчас везде турбины но атмосферник атмосферник это все равно выдает необходимое все что может он дает грубо говоря в плане в том что вагом вы особо не уступит по кпдш насти своей все равно достаточно современный двигатель на тот момент но по итогу когда машины не дорожают и обслуживание их достаточно копеечного условно говоря мы всегда гонимся за больным автомобилем когда все дорожает мы ищем все же надежность и практичность и переходим все равно к тойоте сороковка еще до сих пор своих позиций не сдает и популярность все все же растет на этом ребят все спасибо вам за внимание ставьте лайки делайте репосты подписывайтесь на канал пишите свои комменты дополняйте счастливо